Нам важна ваша поддержка. Вы можете помочь нашему каналу и команде гражданской обороны и антизомби по этой ссылке на наш патреон. Мы обязаны сохранить то важное дело, над которым трудимся все эти годы. И будем очень благодарны вам за доверие и поддержку. ПАМЯТЬ КАК У РЫБКИ Взять хотя бы 2015 год. На границе с Сирией турецкие ВВС тогда сбили российский бомбардировщик Су-24. Турция окончательно и бесповоротно была признана в Мордоре чуть ли не врагом номер один. Реакция Москвы на удар в спину будет жесткой. Потеря связана с ударом, который нам нанесли в спину пособники террористов. Сразу после инцидента РФ отменила с Турцией безвизовый режим, усложнила турецким компаниям условия работы на своей территории, прекратила чартерное авиасообщение, заморозила крупные бизнес-проекты и самое впечатляющее – ограничила поставки на болото турецких овощей и фруктов. Москва наносит первый удар рублем. Речь пойдет о введении ограничений и запретов на деятельность экономических структур Турции на территории России, ограничении и запрете поставок продукции, включая продовольственные товары. Путлер еще тогда грозил, что это далеко не все наказания, мол, запретом на ввоз овощей турки не отделаются. Но если кто-то думает, что совершив подлое военное преступление, убийство наших людей, они отделаются помидорами или какими-то ограничениями в строительных и других отраслях, то они глубоко заблуждаются. Параллельно ярость в сторону турецкого государства и его президента лилась и от пропагандистов. Такого удара в спину мы, конечно, не ожидали. Значит, мы должны наконец-то вести жесточайший визовой режим с этой страной, который, по сути, является пособником терроризма, и ударить самое больное их место. Называют это больное место курды. Естественно, подогретые телеком и своим фюрером с нетерпением ждали жестких ответных мер и представителей глубинного народа. Сбитые самолеты – это вообще беспредел. И причем Россия до сих пор на это не ответила. Камни и курятины – это не ответ. Но чем же все закончилось? Уже буквально через год после сбития российского бомбардировщика, риторика и политика Кремля по отношению к Турции чудным образом совершила крутой вираж. Как ни в чем не бывало, отношения между странами вернулись к дружественным. Санкции были сняты, и турецкие овощи снова вернулись на российские прилавки. Путин вернул все в Россию по самые помидоры. И такой коварный удар в спину был очень быстро забыт. Сегодняшнее трагическое событие будет иметь серьезные последствия и для российско-турецких отношений. То, как в РФ и умеют красиво отмораживаться от своих слов, отлично продемонстрировал тогда еще живой кремлевский шут Жириновский. Турции не должно быть уже 90 лет. Советская власть спасла ее. А теперь они в могилах лежат у Красной площади, а наших летчиков сбивают. Поэтому с Турцией нужно заканчивать. Сразу после того, как турецкие вооруженные силы сбили российский Су-24, лидер ЛДПР громче всех орал, что Турции нужно ответить и как можно жестче. А что ждать-то? Вот Стамбул уничтожить очень легко, достаточно одну ядерную бомбу в пролив бросить. А уже через год Жириновскому словно память отшибло, и он в составе делегации своей партии отправился во вражескую Анкару. Но почему-то ядерную бомбу с собой не захватил. А вот предложений дружить было с лихвой. Жириновский предложил Эрдогану объединиться в борьбе против провокации Запада. И вот мы в 2023-м. Российский народ уже даже, наверное, и не вспомнит ни про сбитый российский бомбардировщик, ни про угрозы и возмущения пропагандистов и бункерного деда. Граждане болот слушают уже новый вой пропаганды из-за очередного турецкого удара в спину. Давайте это чувство национального унижения разделим сегодня все вместе. Напомним, что к 500-му дню полномасштабной войны, возможно, так просто сложились звезды, но власти Турции передали Украине командиров батальона Азов, которые якобы должны были находиться на территории Турции до окончания войны. Эрдоган, он человек слова, если мы с ним договариваемся о чем-то. Может быть, трудно договориться, но если договариваемся, мы стараемся исполнять. Короче говоря, от такого поворота у ТВ-шных кремлевских упырей в очередной раз знатно полыхнуло. Нет у меня сил ни на иронию, ни на сарказм. Что ж, нас кинули, что ли? Эрдоган кинул нас? Это такие вот всякие турецкие хитрости, когда сразу хочется вот огромным задом усидеть на всех стульях сразу. Это грубое нарушение договоренностей Турции и России и просто оскорбление России. Плюс ко всему, Турция дала зеленый свет на вступлении Швеции в НАТО. Подписала соглашение с Украиной о строительстве на украинской территории предприятия по ремонту и обслуживанию ударных беспилотников. А еще после встречи с Зеленским Таип Реджа Пердоган заявил, что Украина заслуживает вступления в Североатлантический альянс. Мы предоставляем все виды поддержки для восстановления Украины. Безусловно, Украина заслуживает членства НАТО. Вот это да! Да это же целый град из ножей в спину. Надули. Просто нагло обманули. Нас просто водили за нос, обманывали. Нас просто надули. Обманули дурачка на четыре кулачка. Казалось бы, о каких вообще встречах и беседах чокнутого недоцаря в Сиэрефе с предателем Эрдоганом может идти речь после таких подстав? А как нам в принципе вести переговоры с Эрдоганом после того, как он нас так демонстративно обманул с азовцами? Но память в случае с Мордором является очень кратковременной. А возмущение – дело довольно гибкое. Рады вновь принимать в России президента Турции. Аусы Путлера-Песков сказал, что тема передачи азовцев Украине в Сочи даже не обсуждалась. Это достаточно чувствительная тема, и обычно в таких форматах она не обсуждается. Есть уполномоченные ведомства с двух сторон, они ведут эти переговоры. Ну то есть какая разница, что орали пропагандисты про Эрдогана буквально накануне его встречи с Путлером? Забудьте все, что было вчера, и просто смиритесь с новой позицией. Да. В известной фразе, про которую мы вспомнили в самом начале сюжета, речь, как правило, идет об объемах памяти у золотых рыбок. В случае же со среднестатистическими жителями болот, мы, вероятнее всего, имеем дело с маленькими аквариумными рыбками по типу гуппи. Маленькие, сладкие. Ну серьезно. Очень многие граждане великодуховной на протяжении 20 лет тащатся от своего плешивого недоимператора. Слушают его внимательно, ну и всячески поддерживают. Путин, он у нас молодец, его из-за границы любят, его все любят. Он думает о людях, о народах, о нашем. Но вот они десятилетиями наматывали на уши обещание бункерного деда вывести Рефию в пятерку крупнейших экономик мира. Десятилетиями поддерживали такой курс, верили в него и ждали. В течение 10 лет Россия способна войти в пятерку ведущих крупнейших экономик мира. Ставим перед собой амбициозную задачу. Уже через 10 лет ввести Россию в пятерку крупнейших экономик мира. Но потом, в 2020 году, Мордор вдруг взял и отказался от такой важной цели войти в топ-5 экономик мира. Нифига себе. Песков объяснил это тем, что цели должны быть реалистичными. И всех на болотах это устроило. Словно и не было всех тех пафосных речей про скорый экономический прорыв матушки России. Глубинный народ про это забыл. А вот интернет все помнит. Абсолютно реальная задача. Впрочем, а зачем Мордору вообще стремиться в пятерку крупнейших мировых экономик, если, по мнению бункерного деда, Россия уже там? Да-да, он сам так заявил пару недель назад. Россия по итогам 2022 года вошла в пятерку крупнейших экономик мира. Но двигаемся дальше. В отличие от путинских избирателей, интернет гораздо лучше помнит и многократные заверения Путина о том, что пенсионный возраст в России не поднимется. Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. Но, видимо, волшебный ластик стер эти убеждения как из головы самого Путлера, так и его целевой аудитории. Вы меня извините за простоту выражения. Это значит, отработал в деревянной макинтош и поехал, что ли? В 2018 году, как мы помним, в РФ и приняли закон о повышении пенсионного возраста. Закон о повышении пенсионного возраста принят в третьем окончательном чтении. Одни россияне были огорчены, что Путин свое обещание не сдержал. Расстроен этим. Я считаю, что обещание надо свое сдерживать. А другие, как по щелчку пальца, тут же начали оправдывать действия Кремля. То, что его нужно повышать, я думаю, это планомерно развитие событий. Везде, кроме нашей страны, этот оборот уже был повышен. Все, что делает Владимир Владимирович, это только на улучшение жизни страны и всех наших граждан. И да, тогда из-за пенсионной реформы даже состоялись какие-то волнения и протесты. Давай пенсионное ограбление! Но сейчас об этом в РФ никто особо не вспоминает. Когда-то Бункерный говорил, что сидеть на руководящих должностях до смерти совсем неправильно. Мол, в нормальном государстве необходима сменяемость власти. Считать, что однажды взобравшись в какое-то начальственное кресло, оно должно принадлежать тебе пожизненно, до гробовой доски, считаю абсолютно неприемлемым. Неоднократно он также вещал о том, что на посту президента менять Конституцию ни за что не будет. Даже в самые трудные, кризисные времена, власть не поддалась тогда соблазну поправить Конституцию под себя. Я против того, чтобы кто бы то ни был, и какими бы соображениями благими он ни руководствовался, нарушил Конституцию нашей страны. Все звучало очень убедительно и местами бескомпромиссно. Для себя сразу решил, что я не буду нарушать действующую Конституцию. В Конституции прописано, нельзя избираться более двух раз подряд. И поэтому ваш покорный слуга не стал менять эту Конституцию под себя. Но потом что-то пошло не так, а точнее, как всегда. В РФе объявили голосование за принятие поправок в Конституцию, а по сути за обнуление президентского срока и увеличение его полномочий. Вынести на обсуждение ряд конституционных поправок, которые считаю вполне обоснованными и важными для дальнейшего развития России, как правового социального государства. И вот в чем прикол. Многие из тех, кто 20 лет одобрял политику Путина и его обещание не трогать Конституцию, вдруг стали активно топить за поправки. Какая-то прям магия. За. Почему? Потому что хочу спокойно жить. Потому что у нас неглупые люди рулят. Я думаю, что они херы не предложат. И они не должны меняться еще 16 лет. Ну и что? В свое время любители Путлера соглашались и с его словами о том, что Крым – это суверенная территория Украины. В дела, которые РФе влезать намерений не имеет. Крым – это часть украинского государства. И мы не можем вмешиваться во внутренние дела другой страны. Вопрос о каких-то подобных целях для России, считаю, отдает провокационным смыслом. Ну, правда, давайте поразмыслим логически. Если они поддерживали все эти годы своего президента, значит, тоже считали, что Крым – это Украина. То почему же тогда в один момент, а точнее в феврале 2014-го, они забыли про свои убеждения и начали как умалишенные ликовать и радоваться аннексии чужого полуострова? Неужели у них настолько велики проблемы с памятью? Правда, это наш Крым. Наш, всегда был наш. И был, и будет, и должны мы его отстаивать. Крым не является никакой спорной территорией. То же касается и полномасштабной войны. Пляшивый фюрер годами втирал своему народу, что россияне и украинцы – это один народ. Соответственно, перед самым вторжением армии орков в соседнюю страну, россияне даже представить себе не могли, что РФ может напасть на Украину. Ой, ну какую ерунду, говорят. Какие войска на Украину? Не верю, это все ерунда. Более того, у многих происходил большой эрор в голове, когда им показывали фотографии последствий ракетных ударов по украинским городам в первые дни вторжения. Да такого не было, первый раз слышу, извините. Путин такого не мог сделать. Напасть на Украину, тем более. Зачем нападать, если там наши жители живут? Но прошло всего ничего. И вот жители болот уже считают войну, бомбардировки Украины и убийство мирного населения не просто нормой, а правильной политикой своего государства. Конечно, сначала восприняло это очень тяжело, потому что это наш братский народ. Но не мы виноваты в этом. Рукоплескали они и тогда, когда Киселев ТВ вещала с голубых экранов, что уж если матушка Россия зашла в какие-то города, то никогда их не оставит. В Херсоне был водружен флаг России на самой высокой точке. А значит, мы оттуда не уйдем. Нет, никогда. Никогда. Но то, как Арефия может чудно убегать из захваченных территорий, вы уже все успели увидеть. Пляшивый дед при этом показал, как умеет падать на мороз и ни слова не выдал ни про потерю Харьковской области, ни того же Херсона. Все идет по плану. А его народ через два дня уже и не вспомнил, что этот город когда-то вообще был типа российским. И так можно продолжать до бесконечности. Российский фюрер успокаивал россиян, мол, срочники участвовать в так называемой спецоперации не будут. Говорил, что в объявлении мобилизации необходимости нет. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Уже через полгода Путин объявляет мобилизацию, а россияне делают вид, что никогда и не слышали от него обратного. Считаю необходимым поддержать предложение о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Повезло же, однако, сбрендившему диктатору с таким народом. Очень удобно и выгодно. С открытыми ртами слушают, головой кивают, на колени становятся. Лишних вопросов не задают и, самое главное, очень быстро все забывают. Ну, точно как маленькие рыбки в большом аквариуме. Под названием Мордор. Больше восьми лет. Они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорить? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут. Они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там. Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем ютуб канале, а также на патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина!